Друзья, добрый день! Сейчас хочу поднять вечно актуальную среди нас световодов-садоводов тему о препаратах. Все чаще можно услышать разговоры о том, что препараты вообще не работают сейчас, покупаешь-покупаешь, такие дорогущие, а толку никакого. А толку, друзья, никакого, потому что в большинстве случаев мы инструкцию просто не изучаем, а просто либо ведемся на рекламу, либо где-то что-то услышали, либо просто подходим, забегаем в магазин и продавцу говорим, давайте что-то отгнили, давайте что-то оттри. И вот продавец и дает нам что-то. И часто даже не уточняем, в какой период мы будем проводить это опрыскивание, либо по пучкам, когда температура плюс 4, либо в середине лета от колорадского жука, когда плюс 30 и выше. Для какого конкретно растения, для листьев, для клубни, от какого конкретно вредителя, либо от грибков, либо там учнистая роса, либо ржавчина. Контактное средство нас интересует, либо системное. Вот обратите внимание, какой огроменный список системных фунгицидов, то есть совершенно разнообразная активная составляющая. Какие-то содержат всего лишь один активный компонент, какие-то два, а некоторые новейшие даже три. Поэтому показывают разную эффективность против разных болезней и на разных растениях. Одни для винограда больше показаны, другие для декоративных растений, третьи для хвойных. Одни больше работают против черной пятнистости, другие против мучнистой росы. Ну то есть надо индивидуально подобрать препарат под себя. Вот как заболевание человека индивидуально мы учитываем организм, так нашим организмом есть наш участок, наша почва, наша микрофлора, наши растения. Достаточно часто слышу и такое. Вот я покупаю, к примеру, октару. И октарой постоянно, годами все и опрыскиваю. Вот сейчас температура днем на солнышке плюс 20, а ночью плюс 5. И мы вечерком опрыскали, вот к примеру, той же октарой. В инструкции рекомендуется от 10 градусов тепла ее использовать. Вечером опрыскали, вот ночью у нас 7-5, и препарат не работает. А всю ночь, вот пока температура не вырастет уже к 11 часам следующего дня, препарат просто разлагается. И какой эффект от него? И если мы травим одними тем же, постоянно, годами, то мы вообще с вами преступники. Потому что мы взращиваем резистентные, то есть суперустойчивые штаммы. Что потом возникает необходимость все в новых и новых препаратах. Вот почему в развитых странах, вот в европейских, к примеру, странах, производители пестицидов очень строго следят, чтобы в фермерских хозяйствах не превышали кратность обработок. Как правило, в среднем пишут не более двух обработок за сезон. Но в редких случаях три обработки. Но три – это планка, это максимум. Хотя, казалось бы, наоборот, производителю выгодно, чтобы побольше покупали и обливали эти растения целыми канистрами, цистернами. А нет. А знаете почему? Потому что разработать каждый новый препарат очень-очень дорого стоит. Поэтому производитель препарата хочет, чтобы какой-то хотя бы момент времени этот препарат оставался эффективным и покупался. И препараты обязательно чередовать так, чтобы в них были разные активные составляющие. Если устанавливается жаркая, сухая погода, то прекрасно можно обойтись контактными фунгицидами. Это я знаю как человек, который много лет работал с навороченными капризными сортовыми ирисами. А если, конечно, сезон очень дождливый, льют там все лето дожди, лето холодное, то без системника не обойдешься. Если конкретизировать, то на ирисах мы старались обходиться хлорокисю меди. Ну, а при неблагоприятном таком сезоне подключали оксихон, а потом квадрис. Квадрис уже выступал как тяжелая артиллерия, системный фунгицид. Но имейте в виду, что системный фунгицид – это не значит, что вы сверху попрыскали растения, и вот прям до корешков все эти лекарственные составляющие и проникают. Ни в коем случае. Это заблуждение. Единственный системный фунгицид на сегодня – это превикур энерджи, который распределяет вот эти свои лекарственные составляющие во всех направлениях по растению. Все остальные, хотя написано системный фунгицид, если вы внимательно почитаете более подробную инструкцию, то там написано, что только за точкой роста он поднимается. То есть, попросту говоря, вверх. Если вы сверху побрызгали его, то вот так на новые приросты, там какой-то еще период до двух недель, если будет хорошая погода, благоприятная, он еще подействует. А то, что ниже, и не надейтесь. С некоторых растений с гладкими листочками препараты слетают моментально, особенно контактные, с тех же ирисов, с капусты. Поэтому обязательно используйте, друзья, прилипатель. Потому что без прилипателя – это так, колоссальный расход препарата, а эффекта с гуленьким носом. Вот, к примеру, очень удачная будет комбинация ранневесенняя, поработать с ней по почкам, инсектицидам, акарицидам 30В и совместить с контактными медсодержащими фунгицидами. Хлорукий сюмеди, медным купоросом. Потому что 30В препарат, он имеет масляную вазелиновую основу и будет действовать параллельно еще, как прилипатель. 30В как раз прекрасно работает при минимальных плюсовых температурах. Вот именно по почкам самое оно. Потом подключаем, когда температура щиток подрастает, энджио. Тоже хороший инсектицид очень. А вот октарый конфидор прекрасно себя проявляет именно при высоких температурах, по 30 и за 30. Эффективность против колорадского жука там по исследованию возрастает чуть ли не в 5-6 раз. А маспилан вот такую эффективность проявляет только при температуре не выше 25 градусов. Хотя мы у себя на участке максимально уже постарались отказаться от всевозможной химии. Во-первых, расширили ассортимент растений, которые не требуют опрыскивания. К примеру, актинидию, гумия, облепиху, айбу японскую. Мы никогда в жизни ничем не обрабатывали. Инсектициды, но только-только в крайних-крайних каких-либо случаях. Но зато ежегодно нас выручает мелкий порошок горчицы и красного перца. Правда, такие вещи в опрыскиватель помещать нельзя. Там все позабивается сразу. А просто вот веничек такой делаем и этим веничком опрыскиваем. Хотя надо иметь в виду, что ворота для поступления всевозможных веществ в растения располагаются на нижней части листовой пластинки. Учтите, то есть не сверху лучше опрыскивать листочки, а вот с поднизу как-то стараться это сделать. Ну и всегда под рукой вот на такой прям сос-случий находится актофит. Актофитом я очень довольна. И вот на мой взгляд он ничем по своему эффекту не отличается от октары. А сейчас вообще столько уже выведено сортов с устойчивыми характеристиками к всевозможным болячкам. Вот, например, даже во дворе у себя и в этом году вот только она отсветет. И все-таки буду выбрасывать розочку Дороти, потому что она просто измучилась я уже бороться с сложной мучнистой росой на этом сорте. Розочка красивая, превосходная, очень мне нравится. Но, тем не менее, решила ее заменить и уже подсадила новый устойчивый сорт почвопокровной розы штат Ром. Можно использовать и колоссальнейший потенциал вот этих супер-бактерий Bacillus subtilis. Именно на их основе созданы многие биофунгициды. Можно использовать скошенную траву, так как в прелом сене, особенно злаковых культур, в том числе и сорняков всевозможных, как раз очень много этих спор-бактерий. В баковых смесях, в качестве мульчи. И опять же, дезинфицируем всегда под зиму грунт тем, что засеваем горчицей, бархатцами, календулой. В общем, друзья, нюансов по этому вопросу очень много, поэтому вывод один. Очень внимательно всегда изучаем инструкцию и подбираем препарат под конкретные условия, под конкретную ситуацию, индивидуально. Продолжаем.